Намасте Гирираджая Шри Говардхана-намине Ашеша-клеша-нашая Ашеша-клеша-нашая Парамананда-дайне Намасте Гирираджая Шри Говардхана-намине Ашеша-клеша-нашая Парамананда-дайне Намасте Гирираджая Шри Говардхана-намине Ашеша-клеша-нашая Парамананда-дайне Я поклоняюсь царю всех холмов Холму Говардхану Источнику наслаждения для чувств земли и коров Он является слугой Кришны и он сам Кришна Он прекращает бесконечные страдания и дарует высшее блаженство Этот стих из према-бхакти Расарновы Шри Гирираджа-маграджа-ки И сегодня я попытаюсь как-то прославить Говардхан В конце для вас будет небольшой подарок А Ната Прабу споет для нас две песни Ната Прабуки Да И как вступление к своей лекции я хотел бы прочитать стих Из 25 главы, 10 песни Шамад Бхагаватам Тоже попрошу вас повторять за мной Кришна Кришна Махабхага Твам Натхан Гокула Прабху Тратумаргаси Дэйвамна Тратумаргаси Дэйвамна Купитат Бхактавацала Купитат Бхактавацала Перевод О Кришна Кришна, о самый удивительный Пожалуйста, избавь коров от гнева Индры О Господь, ты так милостив к своим преданным Пожалуйста, спаси нас О Кришна Кришна, о самый удивительный Пожалуйста, избавь коров от гнева Индры О Господь, ты так милостив к своим преданным Пожалуйста, спаси и нас И сегодня я хотел немного отойти от традиционной линии о философской линии Гавардхана Лилы. Обычно все знают, для чего Кришна это сделал, для того, чтобы проучить Индру, чтобы унять его гордость. Но на самом деле Кришна, если Он дает какой-то урок, этот урок не какой-то локальный. Обычно это какие-то глобальные уроки для всех, не только для Индры, не только для гордецов. И Гавардхана Лила это своего рода черновик нашей духовной жизни. Все мы знаем, что недавно был Дивали. Вообще, на самом деле Гавардхана Лила, Гавардхана Пуджа конкретно произошла вчера, Лила чуть позже, Лила произойдет завтра, когда Кришна подымет Гавардхан. Но в Дивали Кришна увидел, что все жители Враджа засуетились, стали что-то делать, готовиться к чему-то. И они с Баларамой подошли к отцу, к Нанди Маграджу и говорят, папа, что происходит? Что вы задумали? И Нанди Маградж объяснил, что мы будем поклоняться Индре, чтобы он дал нам дождь, чтобы выросло зерно и так далее. И за один день, за несколько часов, Кришна полностью переубедил всех жителей Вриндавана в уже укоренившемся в их сознании ритуале. Они каждый год это делали, это была традиция, обычно никто не протестовал, все понимали, к чему это ведет, для чего это нужно. Но Кришна переубедил их. И в этом есть особый философский смысл. На самом деле, на следующий день, который называется, то есть если Дивали, оно происходит в первый день Амаваси, то есть первый день молодой Луны, то вот этот второй день, на который они провели Гавардхана Пуджу, называется Пратипад. Если Амаваси это самый такой благоприятный день, то Пратипад, первый день новой Луны, он очень неблагоприятный. В этот день ничего нельзя начинать, ничего нельзя делать. И таким образом Кришна, показав, что даже в самый неблагоприятный день, начав этот абсолютно новый ритуал, абсолютно новое подношение, абсолютно новую традицию, Он показал, что на нее ничто не влияет. Даже этот неблагоприятный астрологический период, наплевать. Главное поклоняться Гавардхану. И на следующий день был, вот сейчас как раз получается, сегодня день называется Братрития. Это день, когда сестры поклоняются своим братьям. Это удивительный праздник, единственный день в году, когда женщины поклоняются своим братьям, а потом оставшиеся 364 дня в году братья поклоняются своим сестрам, что-то им покупают. Но вот один день у братьев есть, когда они могут понаслаждаться подношением. И потом они провели Гавардхана Пуджу, в Пратипад, после этого был этот праздник. И на третий день до Индры дошло, что ему-то никто не выразил почтения. И вот тогда начались проблемы. И Гасвай Маградж, и Ачария, они делают интересную аналогию. Они говорят, что вот этот вот... Вся Гавардхана Лила, которая длилась 11 дней, она своего рода черновик нашей духовной жизни. Что это значит? Сначала, когда мы приходим в общество преданных, ну, у нас праздник. Все новое, все классное, все интересно. Танцуем. Пища удивительная, бесплатная, вкусная, благостная, преданная, очень добрые, все святые. Вообще, в первое время все святые. А потом мы уже видим разделение. Но сначала все святые. И это праздник. Духовный старт, он такой очень бодрый обычно. Но потом наступает гнев Индры, когда начинает лить дождь Анардх, когда начинают вылазить наши внутренние плохие качества. И этот период называется... В классификации Бхакти он называется Анардханеврити, когда мы начинаем избавляться от плохих качеств. И тут неизбежно мы чувствуем дискомфорт очень сильный. В Гардхан и Лили было то же самое. Были люди, которые верили в свои обряды. Пришел Кришна и говорит... Бхагавадгита он дал это наставление Арджуне. На самом деле, если посмотреть, Бхагавадгита является частью Махабараты. Кто читал Махабарату, поднимите руку. Ну или хотя бы слушал. Во. И в Махабарате есть одно слово, которое повторяется на каждой странице, а то и по нескольку раз на страницу. Какое слово? Дхарма. Да, там везде Дхарма, 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 Дхарма. Дхарма это обязанности наши, святые обязанности перед Богом, перед семьей, перед человечеством и так далее. И в самом конце Махабараты, в Бхагавадгите, квинтэссенции Махабараты, Кришна говорит, Сарва Дхарма на паритяджа. Он говорит, отбрось ее. Никакие Дхармы, он говорит, никакие Дхармы не нужны. Для того, чтобы предаться мне, никакие Дхармы не нужны. К чему он клонит? Кто-то задавался вопросом, что имеет в виду Кришна в этом стихе? То, что произошло в Гавардхана Лиле, как раз несет в себе эту суть. Здесь Кришна говорит своим друзьям, родным, Он говорит им, Сарва Дхарма. Все, Сарва, значит, все, все Дхармы отбрось. Паритяджа, отбрось их. Брось их, они не нужны тебе. Вот ты привык поклоняться Индре, привык делать что-то хорошее, кошечек кормить, скворечники прибивать в парке. Это не даст тебе Бхакти. Он ввел всю эту Лилу, он провернул для того, чтобы преданные поняли, что не ритуал очищает сердце, сердце очищает преданность. И он заставил их предаться. Не так ли? Когда начал лить дождь, когда Индра посмотрел и увидел, что все же это приношение завалено, оно адресовано не ему. Он позвал своего, свою правую руку, кто помнит, кого он позвал в первую очередь. Самвар-таку, да. Самвар-така — это грозовое облако, которое затапливает во время конца света, это именно оно затопило вселенную. То есть оно способно выдать столько воды, что затапливает вселенную. Он позвал самвар-таку, говорит, а ну-ка, поработай, дружочек. Надо проучить этих невежественных деревенских жителей, которые думают, что поклоняясь какому-то маленькому, сопливому мальчику, они смогут избежать моего гнева и смогут вырастить зерно. Ничего им не под силу без меня. И когда начался ливень, говорится, что, шастра описывает, Багава там описывает, что град начался огромный. Самвар-така начал проливать свой гнев, и огромные глыбы града падали на землю там размером с гранат, размером с яблоко. То есть представьте, да, сколько, пару лет назад, наверное, где-то на Радхаятри был град. Я помню, я увидел после этого машину Джагадиши, она вся была как будто клюшкой и сбита от гольфа. И там говорят, ну, насколько я видел, ну, град был, может быть, размером с абрикос, ну, такой вот средний. Я не знаю там, со что еще, с ореха, чуть больше грецкого ореха. Тут градины были размером с яблоко, с хорошим. То есть одна градина могла смело убить человека, убить Бриджабаси. И все они, что начали делать? Вот это начало лилы, это и есть начало периода на Артханеврите в нашей духовной жизни, когда пелена уцахамая или ложного энтузиазма она спадает немного. И мы начинаем смотреть, что «А ты, Иван-дурак, не такой уж и Иван». Да? Вот так мы начинаем смотреть на преданных, что вы вроде неплохие, но у вас есть какие-то проблемы. И в этот момент вот этот дождь, гнев Индры обрушивается на нас в виде каких-то наших собственных анардх, непониманий, философии, неготовности предаться. В этом проявляется наша неготовность предаться Кришне. И тогда очень важно, к кому мы обратимся. На этот момент на самом деле в мирской философии в гуне страсти, скажем так, есть только один вид наслаждения. Как мы наслаждаемся в материальной жизни? Чем мы руководствуемся? Какими мыслями? Ну, если в общем сказать. Если я что-то хочу, я это делаю. Правильно? То есть философия материалистов, находящихся в гуне страсти, или обычных людей, материалисты – такое тяжелое слово, обычные люди, они, если что-то хотят, они делают для этого все, исполняют свое желание. И вроде все закономерно. Они гасят вот этот пожар внутренних неудовлетворенностей за счет желаний. Подкидывают туда дрова в виде исполнения этих желаний. И всю жизнь на это тратят на самом деле. Дом, машина, семья, различные атрибуты поездки, отдыха. Но в чем несостоятельность этого метода быть счастливым? В чем несостоятельность? Везде. В духовной жизни тоже постоянно нужно подкидывать дрова. В чем несостоятельность? Счастья-то нет, да. То есть это не похоже даже на счастье, это скорее оттягивание страданий. Знаете, как что-то болит, когда, ну, первое, что начинает делать человек, он обезболивающее пьет. Но болезнь это не избавляет, правильно? То есть болезнь, она остается. Просто притупляем боль. То есть мы возвращаем просто себя в нормальное состояние. И в первую очередь мы должны ради духовной жизни от этого избавиться. Перестать гнаться за чувственными наслаждениями. Потому что, ну, это бессмысленная, бестолковая гонка в никуда. Есть, да, эти четыре этапа чувственных наслаждений. Голод, присыщение, насыщение и отвращение. Потом снова голод, присыщение, насыщение и отвращение. И так постоянно, за что бы мы ни взяли, что бы мы ни захотели, все это должно будет пройти через эти этапы. Хорошо, мы становимся преданными, мы избавляемся отчасти от этого. Мы беремся за что-то более серьезное. Мы начинаем вставать рано утром, хотя нам не хочется этого делать. То есть мы уже идем против системы. И мы становимся очень благостными, достаточно сильными. мы учим шастры, священное писание, становимся такими, казалось бы, зрелыми, умными, знающими. И тут появляется другая нардха, еще более тяжелая. Это счастье в гуне благости, из которого тоже нужно выйти. Из этого зоны комфорта тоже нужно будет выйти. И Говардхана Лилай, Кришна, выбил своих преданных с платформы материального состояния полностью. Он не дал им ни той, ни той возможности. Когда льет дождь, когда лупит град, там нет гуны благости. И когда начался дождь, все преданные, они начали кричать как раз вот эту шлоку. Кришна, Кришна, Мага, Бхага, они говорят, самый удачливый Кришна. Они же не знали, что он Бог. Они думали, ему просто везет. Поэтому они называют его Маха-Бхага. Маха-Бхага значит, или Маха-Бхага означает самый удачливый. Маха значит самый, и Бхага это удача. Они говорили ему, ты самый удачливый, давай что-то, удачу свою подключай. Твам-на-дхан гокула-пра-бхо. Да, он говорит, что ты прабу, ты господин Гокулы. И дальше они говорят, трату-мар-гаси-дэвам-на. Дэвам имеется ввиду Индра. Они говорят, избавь коров от гнева Индры. Что начали просить жители Вриндавана в первую очередь? Вот это интересно, защита коров, потому что они понимали, что они полностью зависимы от коров. Во всем. Что все, что у них есть, это коровы. И они говорили, давай сначала их избавь от гнева Индры. О, Господь, ты так милостив к своим преданным. Пожалуйста, спаси и нас. В этот момент на примере Гавардхана Лилы мы можем понять, что мы должны в какой-то момент духовной жизни сделать правильный выбор. Сделать выбор в правильную сторону. Дальше я даже записал себе эту шлоку, очень глубокая, интересная шлока. Она упоминается где-то в Дхарма-Шастрах. Там в этой шлоке говорится, что если человек будет повторять ее, он полностью избавится от всех грехов. Пока он ее повторяет, он будет избавляться от любого греха. Махапата Канашинам конец этого стиха. Сейчас я прочитаю. Стих звучит так. Ахалия дроупади кунти тара мандодриятха надхаканья смарэтни тьям Махапата Канашинам Здесь повторяется очень простой стих на самом деле. Если разобраться, ничего сложного. Здесь говорится, обычно санскрит чаще читается сзади. Этого я сейчас переведу вам. Еще раз. Ахалия дроупади кунти тара мандодриятха Здесь перечисляются имена пятерых самых целомудренных женщин во вселенной. Ахалия, да? Кто знает, кто такая Ахалия? Жена Гаутамы, да? Жена мудреца Гаутамы. Жена Мадреца Гаутамы. Здесь говорится Ахалия дроупади кунти. Дроупади мы все знаем, кто такая. Кунти тоже. Тара мандодриятха. Далее две женщины, оставшиеся Тара и мандодри. Кто знает, кто такая Тара? Кто? Мандодри, кто знает? Жена Равана, да? И интересный смысл. Сейчас я прям пословный перевод. Я вам объясню, в чем суть этой шлоки. Далее говорится надхаканья смарет нитьям. Говорится, тот, кто смарет нитьям, кто будет постоянно нитьям смарет. Помнить об этих пятерых женщинах. Махапата Канашина. Махапата Канашина, значит, избавиться от самого тяжелого греха. Без проблем. Тот, кто просто будет постоянно помнить и повторять имена этих великих женщин. И кто знает, о каких женщинах я говорю, так, я вам не раскрыл секрет. Тара – это жена Вали. Да, жена Вали. И если кто-то знает, кто это такие, тот понимает, что с материальной точки зрения они не были примером целомудрия на первый взгляд. Да? Ну, к примеру, с кого? Ахалия. Кто знает историю Ахалии? Это жена мудреца Гаутамы, которая изменила ему с Индрой. По определенным условиям Индра, жилая, ну там целая вила, так или иначе, он приходил в разных обликах и в конце он пришел в облики мудреца Гаутамы и она подумала, что это ее муж и изменила ему. То есть не целомудренная с первой точки зрения женщина. Дальше идет Драупади. Ну, вообще, сколько жен было в Драупади? Пять, да. Это были пандавы. Пять мужей. Ну, сложно сейчас, да, взять женщину с пяти мужьями и сказать, ну вот вам пример целомудрия. Кунти. Сколько жен было у Кунти, мужей было у Кунти? Давайте посчитаем. Пять сыновей от пяти разных мужей, полубогов. И шестой кто был? Панду. Шесть мужей, да? Дальше Тара. Это была жена Вали, этого обезьяна. И потом, когда Вали был побежден, ее взял в жены Сугрива. Ну, то есть она тоже уже не раз жената была. И эти женщины, и последняя Мандодери была женой Раваны. Она хотя и была женой одного Раваны, там один Равана за всех жару давал. То есть он, ну, жена была самого злобного демона во вселенной. И при этом пять этих женщин являются примером целомудрия. Почему? Потому что все они пятеро были чистыми преданными Кришне. И Драупади, несмотря на пять мужей, когда ее раздевали, никто ее не защитил. Она обратилась к Кришне, и он ее защитил. И в духовной жизни целомудрием в духовной жизни является как раз момент предания, когда человек готов ради Бога бросить все, любую благочестивую деятельность. В какой-то момент мы, выйдя из одной зоны комфорта, привычных материальных наших каких-то желаний, мы входим просто в другую зону комфорта. Где у нас теперь есть тхоти, есть тилок, мы поем мантры, мы встаем рано утром, и это превращается просто в другую зону комфорта. Может быть в начале это была какая-то аскеза, которая очищала наше сердце, но потом это становится не амаграха, пустое следование обряду. И когда происходила Гавардхана Лила, сначала произошел вот этот момент прихода нашего сознания Кришны. Когда кто-то появляется в нашей жизни и говорит, ты неправильно живешь, это все ерунда, тебе нужен Кришна. То же самое, Кришна появился там и отцу говорит, это все ерунда. Вам не нужен Индра, вам нужен Гавардхан. Кто-то в экстазе. И Гавардхан, Шигири Гавардхан Ки. Это удивительный праздник, это единственный праздник в году. Самый-самый лучший праздник у Кришнаитов это Гавардхана Пуджа, потому что в этот день не надо поститься, более того, надо много есть, постоянно что-нибудь есть, и мы к этому еще приступим. И таким образом, так же, как Кришна перенаправил усилия своих Индры на Гавардхан, то же самое в нашей жизни, сначала мы переводим свое внимание со своих чувственных наслаждений на Него, на Кришну. Но потом, когда все это для нас становится уже не новым, привычным, появляются, начинают вылазить анардхи, очень глубокие какие-то качества негативные внутри нас, начинается этот гнев Индры, и тогда преданные должны обратиться в нужный источник. Об этом просит Кришна Арджуну. Он много-много ему говорил, 18 глав подряд он проповедовал ему, он сначала говорил там, откажись от плодов, занимайся йогой, ты должен стать мудрецом, но при этом ты должен сражаться, и он долго-долго таскал его туда-сюда по философии сознания Кришны, а потом ему сказал две шлоки, которые являются центральными стихами Бхагавадгиты. Он сказал, произнес 1865 и 1866, он сказал, Манмана Бхагавамат Бхагто, Мадьяджимам Намаскру, Мамы Ваиши Сася Темте, Братиджане Приосиме, он говорит, просто помни обо мне. Готов, Арджуна говорит, готов, просто помнить, готов, он говорит, а теперь самое важное, Сарват Гарман Братиджа, он говорит, отбрось все религии, вообще плюнь на все сейчас, просто бери лук и делай то, что я тебе говорю, независимо от того, родные, близкие там люди, насколько тяжело тебе будет переступить через это, и это духовная жизнь. Духовная жизнь, это когда я не хочу, а делаю. Как однажды Бартасарадхи Магарадж рассказал удивительную историю, когда они начали проповедь в Африке, он и Бхактича Итаня Магарадж, и это ученики Шилы Браупады, они были брамачари, и нужно было в какой-то момент, ятра уже организовалась, и нужно было в Дурбане построить храм, а денег не было, и Санкиртана уже была не та, и тогда, но тогда модно стало распространять картины, причем, видите, везде, даже в Африке. И тогда Бартасарадхи Магарадж говорит, нам пришлось одеть рубашечки, спрятать кантемалы, сбрить шики, и распространять картины, чтобы построить храм в Дурбане. Он говорит, я ненавидел это, я терпеть не мог, прятать ну, как бы свою вайшнавскую натуру. Говорит, и каждый день несколько лет подряд, два года они копили на храм, он говорит, каждый день выход на распространение картины, по этим офисам, для меня была жуткая аскеза. Говорит, ну, когда мы построили храм, и был день открытия храма, я слышал эту историю, наверное, лет восемь назад, она мне запомнилась очень сильно, он говорит, в тот момент я понял, что чистое преданное служение на уровне сада на Бахте, это делать то, чего ты не хочешь. Вот это чистое преданное служение. Потому что в момент, когда мы делаем, что мы не хотим, мы отказываемся от своего ложного эго, осознанно. И в тот момент, когда начал долбить этот град, идти ливень, при Джабасе, могли бы начать ругаться на Кришну. Но они стали кричать ему. Что они стали кричать? Кришна, Кришна, Маха, Бхага, Твамна, Тхан, Гоку, Ла, Брабу, Трату, Марга, Си, Девам, Наку, Питат, Бхакта, Вацава. Они говорят, они обратились к нему, Бхакта, Вацава, ты защитник преданных. Да, очень удобно, у Кришны есть разные имена, и когда его называешь каким-то именем, он понимает, о чем идет речь. Ему говорят, Кришна, Кришна, ну ты самый хороший, Маха, Бхага, они говорят, ты самый удачливый, давай, включай свою удачу. И потом они в конце говорят, Бхакта, Вацава, защити нас. И Кришна так и сделал. Он говорит, хорошо, раз вы обратились ко мне, вы обратились по адресу. И он подбежал к холму, засунул под него руку и поднял его левой рукой. Тогда другая проблема появилась. Сейчас немного истории. А во сколько мне нужно закончить? Уже нужно? Еще полчаса? Хорошо. И он подсунул руку под Гавардхан и поднял его. И Гавардхан на самом деле не такой уж большой, даже тогда был. Хотя тогда он был огромным, но накрыть весь Вриндаван собой он не мог. Потому что он по меньшей мере был частью Вриндавана. Да, и Вриндаван был гораздо больше. Тем не менее, когда Кришна взял его в руки, он раздулся. Он раздулся, он как будто зонтик открыли. Он раздулся в размерах и накрыл весь Вриндаван. И говорится, что в тот момент все обитатели Враджа остановились и ощущение было, знаете, такое, когда дома сидишь и за окном идет ливень сильный. Вечер уже так, романтика. Такое шуршание дождя. И они услышали, ну, почувствовали вот это настроение очень приятное, что они под защитой, что им ничего не угрожает. И тогда мама Ишода, Нандамаградши, они стали переживать, потому что Кришна держал Гавардхан на руке. И они подбежали, говорят, малыш, ну, ты куда вообще полез? Зачем ты это делаешь? Давай. А Кришна ответил им на это, говорит, мама, папа, ну, я же вчера вам говорил, что Гавардхан живой. Он летает сам. Я просто как бы немножко поддерживаю его, помогаю, просто чтобы поучаствовать. На самом деле, я вообще его не держу. И Ишода говорит, да как, я вижу, у тебя трясется рука. Рядом стоит Баларама и говорит, знала бы ты мама, от чего у него трясутся руки. Потом я расскажу, от чего у него рука тряслась. И Кришна тогда сказал, ну, говорит, хорошо, если ты так переживаешь, сейчас я буду держать его на одном пальчике. И он стал загибать пальцы, убирать от холма, и в итоге палец остался только мизинчик, на котором он держал Гавардхан. И тем не менее, Ишода, она возмутилась. Она сказала, даже если ты просто будешь держать руку вверх, попробуйте, поднимите руку вверх. Поднимите, поднимите, не бойтесь. Давайте до конца лекции держим руку вверху. Получится? Нет, это не так-то просто. Даже просто держать руку вверху на протяжении нескольких минут, это сложно. Она говорит, давай еще чуть-чуть подержи, сейчас тебе отец с друзьями помогут. И тогда пастухи выбежали, и посохами стали подпирать тоже. Говорит, Кришна, а ты, если что, опускай, отдохни. И Кришна говорит, нет, я отсюда никуда не уйду, потому что гопи окружили его. В этот момент гопи выстроились, и говорится, что вот эти семь дней, неделю, которые они были под холмом, это единственное время за всю бхау-малилу, то есть вот эти игры Кришны во Вриндауне на земле, это единственные семь дней, когда они могли беспрепятственно смотреть на Кришну, потому что все смотрели на Кришну. Никто бы не удивился, ни в чем их не заподозрил. Сегодня удивительный день. Я уже как минимум увидел двух преданных, которые спустились к нам из святой Дхамы. Сейчас я вижу Ишвару, он сидит в конце, который я думал, был уверен, что он Дхамы. И Ранганат Прабу. Ишвара Ранганат Прабу. Ки! Шри Гавардхан Ки! Дай! И Кришна мог спокойно стоять, и он был в положении героя. И все смотрели на него, все были счастливы, все улыбались, знаете, как на рок-концерте. Все взгляды устремлены на звезд. И Кришна стоял счастливый, довольный, и в какой-то момент холм немного задрожал. Кришна отвлекся. И мама Ишода побежала, она говорит, наверное, он проголодался. Она побежала домой, набрала еды, принесла, и говорит, на, покушай. Он говорит, да как я буду кушать, я держу тут, ты же видишь. И тогда Маду Мангал, он всегда обычно в такие моменты, когда Прасад появляется, он подключается. Он говорит, я Браман, если я поем, он будет удовлетворен. Он взял и слопал аккуратненько все, что принесла Ишода. Эти семь дней, говорится, прошли для обитателей в Раджа как семь минут. Семь минут такой романтической, приятной атмосферы. Они шутили, играли, мальчики-пастушки бегали вокруг Кришны, играли в разные игры, гопи любовались им. И это вот другой этап духовной жизни, когда мы, выйдя из еще одной зоны комфорта, из зоны благости, мы начинаем предаваться Кришне. Но для этого нужно что-то от себя очень такое ценное, важное оторвать. Часть себя, часть ложного эго, то, о чем мы говорим, всегда нужно избавиться от ложного эго. Это гораздо более глубокая вещь. В этот момент, когда у нас появляется возможность очистить, глубоко очистить свое сердце, мы должны принять просто правильное решение. Это непросто. Практически всегда это очень-очень непросто. Когда начиналась Бхагавадгита, Арджуна, он обратился к Кришне, и он сказал, что я больше не знаю, в чем состоит мой долг. И постыдная слабость купца, он говорит, лишила меня самообладать. И это искренность. То есть в начале Бхагавадгиты, во второй главе Арджуна обращается с этими словами к Кришне. Он говорит, я не знаю, что делать. Я не пойму, в чем мой долг. С одной стороны, это мои родители, это мои близкие, мои наставники, учителя, братья. С другой стороны, ты. И те, кто находятся под моей защитой, мои воины. И что лучше в данном случае, я не понимаю. Позволить моим родным, близким убить моих подопечных, или же убить моих близких. Ну, действительно, непростая ситуация, сложная ситуация. И в этот момент, вот этими словами, как они на санскрите эту шлоку помните? О, Кришне, я больше не знаю, в чем состоит мой долг. Постыдная слабость. Да, карпания доши, пахатас вабгавах, причхами твам, дармасамудачетах, я члея сян, нещитам, брухитанма, шишясты гам, шадгимам твам, пропанам, он говорит, шишясты гам, наставляй меня. Карпания доши, он говорит, слабость купца. Карпания, значит, скупец. И он говорит, что слабость купца завладела моим сердцем. Пожалуйста, наставляй меня, постой, потому что я не знаю, что делать. И в этот момент эти стихи, они очень похожи. Вот этот стих из Бхагават, который я читал, где они кричат, Кришна, Кришна. Арджуна точно так же обратился к Кришне. Он говорит, я понял, что ты хочешь сказать, что я неправильно мыслю, но, пожалуйста, скажи, как правильно. И всю гиту Кришна объяснял ему, как правильно. Всю гиту он объяснял мне, кто такие демоны, кто такие праведники, религии в гунах и так далее. Карма-йогу все перешерстил. То есть он объяснил ему, как ты должен делать, как человек, живущий в обычном мире, как ты должен действовать. И подытожил это все вот этой вот знаменитой шлокой. Сарват гарман паритяджа, мамы кам шаранам раджа. Мам экам. Он говорит, только мне предайся. Мам экам. Это интересные слова, когда Кришна говорит, что ты даже отвлекаться не должен, даже по сторонам посмотреть не должен. Ты просто должен взять и предаться. И вот это состояние последнего выхода из зоны комфорта, когда мы принимаем единственное правильное в духовной жизни решение «Отдаться на волю Бога», оно описано в этой лиле. Суть этой лилы не индру проучить. Гордость, да, это важное качество, с которым надо работать. Это часть Аханкары, часть проблемы. Но проблема на духовном пути, причем далеко не всегда это какие-то глобальные ситуации, когда нам надо там бросить все, уйти в пещеру. Нет. Просто в бытовых своих желаниях иногда нужно отказываться в пользу Кришны. И это есть духовная практика на разных уровнях. Для кого-то бхакти это перестать есть совсем, да, а для кого-то бхакти это перестать есть зернобобовое выкадыш. Вот это бхакти. И так далее. Во всех маленьких бытовых ситуациях, когда мы принимаем решение в пользу Кришны, это и есть преданное служение для нас. Гавардхана Лила учит именно это. Возможно, было бы интересней и слаще сейчас рассказать во всех деталях эту историю. Но почему-то я всегда был убежденным ортодоксальным Кришнаитом и верил в то, что для нас более важно понимать философию. Что нужно, на какую нужно кнопку нажать, чтобы поменять свою жизнь. В данном случае в Гавардхана Лиле преданные нажали на нужную кнопку. Они схватили Кришну, поймали Его и говорят, давай, решай вопрос. Как один, я никогда не забуду, как у нас есть один преданный, пошелой дядечка Камалакара Прабу в Донецкой Ятре. И, ну, чистый преданный. И однажды я шел по храму, а он ходил, повторял джапу, такой блаженный абсолютно. Я подошел к нему и говорю, Камалакара, как дела? Ну, стандартный вопрос такой, проходящего мимо Бхакты. Я сказал, Харе Кришна, Камалакара, как дела? И как он ответил на этот вопрос, запало мне в душу на долгие годы. Он сказал, я не знаю, я передал их Кришне. И это факт. В преданном служении какие-то материальные проблемы мы должны попробовать передать Кришне. И я не веду к тому, что сейчас все должны там бросить работу. Эта философия канула в лето, в девяностых еще. И в этом суть. Суть в том, что мы должны постараться внутреннее свое состояние отдавать на волю Кришны. Если нас что-то беспокоит, нужно молиться просто. Простая арифметика. Беспокойство есть, есть молитва. Как панацея от этого беспокойства. В молитве мы можем получать ответ. Наша молитва какая? Греи Кришна, Греи Кришна, 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 Греи, Греи. Греи Рама, Греи Рама, 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 Греи, Греи. Простая молитва, которая может дать ответ на любой вопрос. Если кому-то не дала еще эта молитва ответов, значит плохо молились. Потому что кому-то же дала. Это вопрос искренности. Сейчас я хотел попросить Нату пробу спеть нам пару песен. Да, да. Сейчас. Не расскажу. Не для этой лекции. Тебе лично расскажу. Таня Климкина есть. Сыграет на флейте.